Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы начинаем лекцию, посвященную особенностям развития политической ситуации в Республике Варятия в начале 2000-х годов. На прошлом занятии мы особое внимание уделили развитию органов местного управления, соответственно, с этим отметили характеристики того, как развиваются органы местного управления. Но, так или иначе, мы органы местного управления в течение всего этого занятия также будем выгнать, но особое внимание уделим развитию, что скажем, сегодня политических партий в Республике Варятия. Итак, на прошлом занятии мы с вами отметили, что в начале 2000-х годов начинается процесс так называемого укрепления вертикали власти. Каждый из этих моментов сыграл, на самом деле, очень важную роль не только для нашей с вами республики, но и соседних бурятских автономий, которые мы во многих случаях очень честно связаны с развитием нашей с вами республики. Итак, если начало и середина 90-х годов в Российской Федерации напрямую связываются с особенностями развития процессов децентрализации, напрямую связанных с усилением региональной власти, которую чуть было не перевели к тому, что Российская Федерация не распалась на целый ряд субъектов Российской Федерации, связанных с развитием систем федеративных отношений, в частности с федеративными договорами, соглашениями и так далее. То развитие второй половины 90-х годов связано напрямую с уменьшением роли влияния внешнеполитического фактора. Необходимо пройти внимание на тот факт или на то обстоятельство, что в начале 90-х годов Россия как правоприемница СССР, как страна, которая, что скажем, сборола Соединенных Штатов Америки, предлагая совершенно иную стратегию развития политической системы и политического устройства, ожидала, как страна, что скажем, признавшая поражение в холодной войне, надеялась на поддержку Соединенных Штатов Америки. То есть в этой связи необходимо отметить, что развитие различного рода демократических партий, общественных платформ и так далее, в начале 90-х годов получило очень широкую поддержку. При этом следует отметить и тот факт, что во внешней политике мы также надеялись на поддержку США. Однако бомбардировка США и Югославии, несоблюдение международных соглашений, несоблюдение договоренностей по поводу расширения НАТО на Восток привело к ухудшению отношений США и плавному разворачиванию внешней политической деятельности с Запада на Восток. То есть основными приоритетами в данном случае стали у нас Китай и Индия, а также ближайшие партнеры в рамках СНГ. Именно это обстоятельство привело к тому, что ввиду сокращения поддержки Запада федеральный центр реально задумывался над тем, что процесс, курс, если так можно сказать, на демократизацию, усиление регионов, благодаря активной внешней политической помощи, он начинает сворачиваться. Первым шагом в этом направлении стало создание семи федеральных кругов, которые во многих случаях связывали с развитием, ну как бы так сказать, генерал-губернаторства. На данный момент времени, как вы понимаете, сама структура семи федеральных кругов она практически осталась неизменной. Единственное следует отметить, что периодически число федеральных кругов, как вы понимаете, менялось. Изначально семь, потом восемь, это рассоединение, то есть увеличение числа субъектов за счет создания Север-Карказского федерального круга. Небольшой промежуток времени действовал в составе России и так называемый Крымский федеральный округ, но связанная с процедурой, что скажем, включения Крыма в состав России и, соответственно, улучшением внешней политической ситуации там в целом, и улучшением отношений в Крыму, да, ситуация кардинально образом здесь, как вы понимаете, что у нас изменилось. На данное время в России действует восемь федеральных кругов. Следующим не менее важным моментом опять в развитии Республики Бурятия стало в 99-м году приведение соответствия конституции субъектов Российской Федерации Конституции Российской Федерации. В частности, если вы помните, в 2000-м году закончился срок деятельности, ну, срок регистрации федеральных договоров, то есть первые были заключены в 92-м году, в 96-м году осуществилась процедура их продления, в 2000-м году, что скажем, договора, заключенные в 96-м году, не продлили, это было как раз таки первым шагом на пути приведения соответствия конституции субъектов Российской Федерации, Конституции Российской Федерации. То есть, например, в Республике Бурятия в 2001-м году привели соответствия конституции Республики Бурятия, Конституции Российской Федерации, в частности, были отменены такие статьи, как первая статья Конституции Республики Бурятия, о которых был зафиксирован Республика Бурятия и суверенное государство в составе Российской Федерации. То есть, сама вот эта заглавная буква, так называемая, суверенная государство в составе Российской Федерации, было, что скажем, ликвидировано. Этот момент тоже крайне важный, поскольку, что скажем, подчеркивание права, подчеркивание суверенного статуса нашего государства позволяет таким образом получить право нации, реализовать право нации на самопределение. Как понимаете, тоже далеко не самый лучший вариант для России в целом. Кроме этого, были, соответственно, с этим изменены следующие статьи, посвященные, что скажем, статья 6-я, по-моему, или 5-я Конституции Республики Бурятия, которая звучит следующим образом. Земля и недра Республики Бурятия принадлежат гражданам Республики Бурятия. Это тоже важный момент, фиксирующий характер отношений и развитий здесь. То есть, земля и недра должны принадлежать не Республике Бурятия, а гражданам Российской Федерации. То есть, в какой-то степени для нас с вами, граждан Республики Бурятия, это как бы неживко приятно звучит, да, в том плане, что, например, наши важнейшие богатства, такие как озеро Байкал, да, что, скажем, с долиной реки Селинги, Аршан, там, Тунка, Барбузинская долина, ну и другие рекреационные памятники, да, ну и, соответственно, с этим, что, скажем, с полезноископаемой, добываемой у нас с вами, то, что Вальфрам, Малибден, Берелиевые руды, Флюоресцитовые руды, да, ну и так далее, и так далее, полиметаллические руды приносили пользу нашей Республики. Но обратите внимание на то обстоятельство, что если подобные роды статьи были зафиксированы конституцией иных субъектов Российской Федерации, то наша Республика влачила бы наверняка жалкое существование. То есть, например, что, скажем, с второй по значимости субъект Российской Федерации, предосящий больше всего денег, это, что, скажем, Хантамансийский автономный округ. Если они бы записали в своем уставе такое положение, то нефть и газ, добываемый на территории чего, Хантамансийского округа принадлежал только ему. Тогда бы что? Нам бы с вами жить бы не в чем осталось. То есть, вот такие моменты приведения соответствия Конституции сыграли важную роль для развития отношений центра-региона. Конечно-таки, есть ряд интересных моментов, в рамках которых, что скажем, до сих пор, где проблемы не решены. Например, Конституция Республики Бурятия важной составляющей, например, являлась до некоторого времени должность президента Республики Бурятия. То есть, президент, согласно классическим принципам Конституционных соглашений, президентом в нашей стране может быть только один. Президент Российской Федерации. В результате этого, как вы понимаете, что, скажем, данная статья о статусе президента Республики Бурятия, она была, что скажем, с последующим пересмотрена. То есть, сейчас глава Республики, нас с вами, это не президент, да, это что, скажем, это просто глава Республики, председатель правительства. Такая же схема отношений, вот буквально недавно, что скажем, полтора месяца назад, да, ввиду принятия нового федерального закона о публичной власти, принятие которого было обусловлено внесением в Конституцию Российской Федерации соответствующих изменений, заставило, заявило громко о себе о необходимости изменения статуса и президента Республики Татарстан. То есть, поскольку Конституция Республики Татарстан была принята раньше Конституции Российской Федерации, если, напомню вам, что Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года, а Конституция Республики Татарстан была принята летом 1992 года. То есть, представьте себе, согласно формальному принципу, что, скажем, Конституция Республики Тарстан не могла соответствовать Республике, чего у нас Конституция Российской Федерации, по одной простой причине, потому что она была принята раньше. Именно это обстоятельство до этого времени не позволяло, ну, создавало, как бы, юридическую коллизию, в рамках которого, что скажем, жители Республики Тарстан отстаивали идею своего собственного президента. А вот на последнем заседании Государственной Думы Республику Тарстан тоже обязали изменить статус главы субъекта. Все депутаты Республики Тарстан в составе 7 человек, как вы помните, проголосовали против принятия данного закона. Ну, фракция «Единая Россия» заявила о том, что никаких санкций в отношении депутатов своих, проголосовавших против данного законопроекта и против принятого решения, где скажем, совместного на фракции, она наказывать их не будет. Ну, в конце концов, это понятно, да, обусловлено стремлением сохранить имеющиеся характеристики суверенного статуса Республики Тарстан. Но что есть, то есть. Следующий момент тоже не менее важный для всей страны в целом и для Республики, особенно для бурятской автономии, это принятие бюджетного кодекса. На самом деле, бюджетный кодекс был принят гораздо раньше, но в 2001 году, в 2000-х годах, принятые основные правки бюджетного кода в 2000-м году, реализованные с 1 января 2001 года, кардинальным образом изменили характер и принципы, что скажем, создания свободных экономических зон на территории субъектов Российской Федерации. То есть, следует отметить, что вплоть до начала тысячных годов во многих регионах создавались некие предпосылки, условия для создания такого удивительного элемента, как свободные экономические зоны. В свободных экономических зонах выплата, как вы понимаете, налогов была в значительной степени сокращена. То есть, если в целом выплачиваем 13-процентный подоходный налог, то там необходимо отметить, что в отдельных регионах размер налогов был в значительной степени, что скажем, снижен. Если говорить о бурятских автономиях, на территории Агинского и Бурятского округа в свое время была создана свободная экономическая зона Агинская, в результате которой на территории Агинска были зарегистрированы ряд крупных предприятий и банков. Самый известный в данном случае из них является регистрация юридического, создание юридического адреса на территории Агинского округа, например, банка БИН. Банк БИН – это тоже очень крупнейшая банковская структура, созданная в России, входила в свое время в десятки крупнейших банков. То есть, представьте себе, головной офис компании БИН находился в Агинском округе. То же самое касается регистрации головного офиса компании Руснефть. Ну, не Руснефть, конечно, да, но Руснефть – одно из крупных нефтеперерабатывающих нефтебывающих компаний, зарегистрированных и созданных братьями Гуцериев. И младший из них – Михаил Гуцериев, соответственно, с этим он кто такой? Он глава вот этого банка БИН, член Совета акционеров компании Руснефть. Старший брат, по-моему, Хамзак Гуцериев, он в том момент времени, что скажешь нас, он занимал пост главы Министерства внутренних дел Республики Ингушетия. То есть, вы обратите внимание на такие удивительные личности и характер того, как в Агинском округе регистрируются такие компании. То есть, вот, очень интересная сама по себе система, банковская структура, банка БИН, да, занимавшаяся в том числе нефтедобычей, организацией, что скажем нас, банковской сферы как таковой. Все это привело к тому, что в Агинский округ, в буквальном смысле слова, потекли гигантские финансовые, что скажем нас, потоки. Вот, приведший туда в 97-98 году, вот, Баир, глава Агинского округа, приведший, что скажем нас, гигантские компании на территории Агинского округа, Баир Жамсуев, сумел добиться того, что округ стал, бизнес округа, в буквальном смысле слова, стал расти, что называется, как на дрожжях. Да, вот, просто, небольшая статистика, да, вот, на 97-98 год на территории Агинского округа было зарегистрировано всего, вот, если не сживаясь, 10, по-моему, то ли 12, что скажем нас, компаний. Да, то есть, как называют, индивидуальный предприниматель, да, официальный зарегистрировано 10-12 предпринимателей, то после создания фонда содействия малому предпринимательству, который получал деньги за счет, как раз таки, финансового вливания налогоплательщиков Агинского округа, да, число предприятий только за год, только за 99-й год, да, увеличилось, что скажем нас, вот, в несколько, раз, несколько десятков раз, ну, как, ну, в 10 с лишним раз, то есть, было 10 компаний, да, всего лишь, да, 10 или даже, ну, пускай даже будет 12, да, число компаний за небольшой промежуток времени учились до 140, по-моему, что ли, только за один год. То есть, представьте себе, насколько сильно сыграл, а какую огромную роль сыграл, что скажем, создание вот этого принятия свободной, создание свободной экономической зоны, свободной экономической зоны и приглашение регистрации на территории Агинского округа таких вот масштабных предприятий. Мой товарищ просто рассказывал, что он в тот момент времени фактически получил от Агинского округа суду, да, в районе 200 тысяч рублей. При этом, на самом-то деле, обратите внимание на факт того, что никаких залоговых документов, чего бы то ни было, особо не требовали. Более того, он отмечает, что из этих 200 тысяч он вернул государству, по-моему, даже меньше, что ли, в районе 50 тысяч, что ли, оставшуюся часть долга по образцу его списали. Поскольку, что, скажем, предприятие, которое он зарегистрировал, принесло, что, скажем, доход, создал, во-первых, рабочие места для людей, да, более того, показал прибыль и тем самым, что, скажем, качественной поддержки, оставшуюся часть долга ему простили. То есть, представляете себе, да, насколько велика была, что, скажем, наша вещь. Просто вот в начале 2000-х годов, в качестве примера, отметить, что 200 тысяч рублей, это наши свои деньги, сегодня, грубо говоря, это стоимость однокомнатной квартиры, где-то в центре Улан-Удэ, на тот момент времени. Представляете себе, насколько серьезно выиграла АГА, пригласившая, регистрирующая на территории своих, что скажем, сокругов, такие компании. Ну, 2000-й год привел к тому, что бюджетный кодекс ликвидировал данную, что скажем, данную возможность работы, да, и все компании были поставлены в равные условия для развития отношений. Ну, сегодня, ну, если говорить о Бурятии, то мы с вами тоже могли бы отметить, например, да, целый ряд компаний сегодня регистрируют свои юридические адресы, в том числе в офшорных зонах, ну, которые созданы на территории Российской Федерации. На самом-то деле, сегодня государство с очень большой неохотой создает подобный род инструменты в воздействии. Ну, самый яркий в данном случае пример, это, ну, сегодня у нас крупнейшие компании продовольственные, такие как Титан, Абсолют, зарегистрировали свои юридические адресы на территории Республики Крым. Ну, а ты что скажешь у нас? В экономическом плане сегодня ситуация такова, что, как бы, для Крыма нужен очень мощный, как бы, финансовый инвестиционный потенциал, да, А деньги в условиях экономических кризис и внешнеполитических санкций, введенных в отношении нашей страны, идут очень тяжело, особенно в Крым, в отношении которого американцы вообще, вся западная система введела ограничительные акции, поэтому санкции. В результате этого деньги на развитие Республики Крым можно получать лишь исключительно исходя из внутренних инвестиций, поэтому созданные условия наиболее эффективно работают только там, да, вот так. Ну, сегодня вот только на скидку, какие, Титан, Абсолют, Аквабур даже, да, зарегистрировали свои адреса вот на территории Республики Крым. Следующий момент, опять-таки, сыгравший важную роль, это принятие закона о политических партиях. Во-первых, закон о политических партиях 2001 года ликвидировал вообще возможность создания региональных партий совсем. То есть до этого момента времени во многих регионах действовали стабильно развивающиеся региональные партийные группы. Особенно сильно они развивались в тех регионах, где существовало, если так можно отметить, вот, как это, существовало многофакторные принципы, что производство. В результате которой элита этих субъектов была в некотором плане расколота. Вот в самом плане, в самом ярком нам случае пример, вот, недалеко от нас с вами, это Красноярский край. Почему Красноярский край? Производство там многофакторное, либо там, что скажем, там есть огромные возможности для развития, что скажем, целого ряда производств, в частности добыча полезных скопаемых, например, что скажем, на территории Красноярского края работают, что нефтедобывающие предприятия, что скажем, зарегистрированы компания крупнейшая по выработке алюминия, русской алюминии, да, никеля, да, норильский никель, да, полиметаллов, соответственно, с этим, да. Что скажем, на территории Красноярского края по реке Енисей построен целый каскад, чего скажем, с гидроэлектростанции, поэтому компания Русгидро, да, тоже. Такая же система связана с развитием нефтеперерабатывающих комплексов, да, вот, Красноярск нефтехим. Предприятия занятых, еще чем скажем, вот, машиностроительный комплекс, помните, это, скажем, оборудование для сельскохозяйственных предприятий, да, там, СИИ, вилки, вилки, комбайны, да, все это изготавливает Красноярский край. При этом, на самом-то деле, вот эта многофакторность производства, как таково, приводит к тому, что интересы крупных финансово-промышленных групп там сталкиваются, да, и это привело к созданию даже соответствующих партийных группировок, которые очень сильно друг от друга отличаются. Вот, поэтому следует отметить, что принятие федерального закона политических партий поставило крест на региональных политических партиях, и, в некотором плане, если так можно сказать, завернуло региональную специфику. Например, на территории республики Татарстан одно из мощных движений было движение НУР, да, вот, то есть, национальное ведение, единство, да, то есть, тут есть какой, круг, единство, озеро, да, круглое, что называется, да, вот это в республике Татарстан. Вот мы с вами говорим о том, что региональные партии таким образом были ликвидированы. Вот в Бурятии, соответственно, с этим, вы с вами помните, говорили, о Бурятии монгольской народной партии, да, и так далее, и так далее. То есть, закон о политических партиях ликвидирует региональную структуру. Более того, уже случились жесткие регламентные характеристики, не позволяющие любым организациям называться, что, скажем, с партиями. То есть, впервые в России была, что называется, проведена линия между партиями и общественными организациями, да. Партии должны были, что скажем, принимать участие в выборах. Если партии не принимают участие в выборах более, что скажем, с одного цикла подряд, то эта партия ликвидировалась. Не менее важным параметром стала численность партий, то есть, в каждом региональном отделении изначально надо было зарегистрировать не менее 100 человек, да, в более чем половине субъектов Российской Федерации. То есть, 100 человек в более чем половине субъектов Российской Федерации, это численность, что скажем, с 5000 членов, да, правильно? Ну, грубо говоря, что скажем, как у нас, 83 субъекта Российской Федерации, сейчас 85 субъектов, на тот момент времени 89, 89 на 2, ну, грубо говоря, это 45, более чем половине 45, 45 по 100, то что у нас, скажем, с это 5000 членов. В тот момент времени была поставлена цифра в 10 тысяч членов необходимых для регистрации. В последующем требования к регистрации партии только усилились. То есть, например, в 2007 году обязательным условием регистрации в политических партиях стало наличие уже более чем 50 тысяч членов. Как вы понимаете, эти требования в значительной степени ограничивали возможности политических партий. Время так называемых диванных партий ушло вспять. Почему диванных партий? В 90-е годы, я помню, я говорил, рассказывал, почему диванных партий, потому что все члены этой политической партии умещались, буквально в смысле слова, на одном диване. Как еще? Партии Золотого Кольца, как их еще тогда называли. Партии с регистрированной в виде, то есть в центральной части России. Сегодня же все политические партии должны, что скажем, еще раз повторяю, иметь региональные представительства в более чем половине субъектов Российской Федерации. Это требование сыграло очень важную роль в развитии партий вообще. Во-первых, число их резко сократилось, но в то же время они поистине стали, что скажем раз, партиями, поддерживающие интересы значительной части населения. Следующее. Принятие федерального закона об основных гарантиях прав избирателей. Этот закон, он сам по себе, конечно, важный, но при этом играет важность составляющая, но при этом нельзя не отметить того обстоятельства, что после 2003 года, там, в 2004-2005 годах повсеместно в регионах России были введены требования, обязующие, что скажем раз, выбирать региональные собрания, членов которых, не менее 50% членов которых должны были избираться по пропорциональной избирательной системе. В 2003 году приняли закон об основных принципах организации местного самоправления. Оно еще более усилило партии. Опять, в каком ключе, да? Дело в том, что закон предполагал возможность выборов глав региональных, там, то есть не региональных, а муниципальных, законодательных, представительных органов власти на основе смешанной избирательной системы. Обратите внимание. В 2004 году, после печальных событий, где, скажем раз, вот, события в городе Беслане, 1 сентября боевики, если вы помните, захватили, террористы захватили, что скажем, школу в городе Беслане, осуществили террористические акты, его убили, было, погибло очень много маленьких детей, учителей, и даже этих, людей штурмующих. То есть многие из них были расстреляны в спину. Если вы помните, что произошло, вот, детей в заложниках держали, там, чуть ли не идили, в самую жару, да, пекло. И штурмующие, когда начался штурм, они голых, раздетых детей, в буквальном смысле слова, выхватывали закон, и кого могли, несли обратно. В результате этого боевики расстреливали беззащитных со спины, кого, скажем раз, штурмующих, уносивших, что скажем раз, из разрушенного знания детей. Вот это печальное событие привело к тому, что в 2004 году отменили выборы глав субъектов Российской Федерации. Была введена система назначений глав субъектов Российской Федерации после одобрения их кандидатур региональными легислатурами. То есть региональным законодательным собранием. Как вы понимаете, все это в совокупности привело к тому, что федеральный центр усилился очень сильно. И ситуация еще более усугубилась тем, что в 2002 году начался процесс объединения субъектов Российской Федерации. Первой ласточкой в данном случае стал Компермятский автономокруг, который появился с Пермской областью, появился так называемый Пермский край. Вторым на очереди стал Красноярский край, который объединился с двумя субъектами своими, в частности, еврейским автономом. Еврейским, я бы не заговорюсь, Эвенкийским автономным округом и Таймырским автономным округом. На самом-то деле, процедура объединения первых трех субъектов, первых пяти субъектов, являлась, по мнению многих, вполне естественно, закономерной. Компермяки практически утратили свою национальную идентичность, слились с русским этносом. И процесс объединения здесь прошел относительно безболезненно. Следующий момент, опять-таки, объединение Эвенкийского автономного округа и Таймырского автономного округа тоже было относительно безболезненным, опять, по двум основным причинам. Эвенкий, мы с вами отмечаем, тоже такой момент, что жителей Эвенкийского автономного округа тоже, как субъектов Российской Федерации, было просто очень мало. На момент объединения в Эвенкийе проживало всего 12 тысяч человек. То есть, вы представьте себе, 12 тысяч человек имело своего собственного депутата Государственной Думы, двух депутатов Совета Федерации, свой региональный законодательный орган, органы исполнителей этой власти. У нас с вами в Бурятии муниципалитеты просто больше есть, чисто физически. Вот обратите внимание, самый большой район у нас с вами, Камбанский, с населением в 56, по-моему, тысяч человек. Недалеко ему уступают и другие пригородные районы нашей с вами республики, там и Волгинский, да. Ну, понятно, пригородный район, численность которого тоже, по-моему, порядка 52 тысяч человек. Такая же ситуация близка к нему, например, в Тарабагитайском районе, да. То есть, мы с вами видим, что объединение этих субъектов было вполне естественно, закономерно. То же самое касается и Таймырского автономного округа. На момент объединения на территории Таймыра проживало 50 тысяч человек. Поэтому сокращение численности субъектов, соответственно, с этим сокращение бюджетных ассигнований на деятельности их, было вполне естественным, закономерным процессом. Но, вот тут обратите внимание, и Венки, и Таймыр были дотационными субъектами, поэтому объединение их стало вполне логичным. Но, что скажешь у нас, более того, численность субъектов была очень низкой. Но в 2006 году стартовал процесс объединения бурятских автономных. Вот здесь ситуация, на самом деле, далеко не однозначна. Что скажешь у нас на территории? Если первые пять субъектов особо не сопротивлялись, что называется объединение, то объединение бурятских автономных сыграло очень важную, сказал, отрицательную. В каком случае отрицательную, если так можно отметить? Во-первых, Одинский округ к тому моменту времени, не что скажем, показал удивительные, я прямо скажу, уникальные чудеса роста эффективности своей экономики. То есть мы с вами помните, только что отметили, как приход пластика в Одинском округе и Байр-Жамсуево способствовало развитию экономики региона. То есть экономика региона с низкого старта, что называется, рванула вверх. И округ, что называется, из глубокой депрессии стал, что называется, выходить вверх. Более того, обратите внимание, саму Читинскую область нельзя назвать, что скажешь у нас, прогрессивно-развивающим регионом. Регион тоже убыточный, более того, скажем, дотационная ситуация здесь складывалась еще хуже, чем в Одинском округе. То есть округ выходит, а если пристегнуть к нему, что скажем, к этой бедной области, пристегнуть, что скажем, Агинский бурятский автономный округ, то Агинский бурятский округ драйвером развития здесь никаким образом выступить, конечно-таки, не мог. Поэтому обвинение здесь было скорее зло. Собственно говоря, сам Байр-Жамсуев выступил в свое время против данной инициативы. И лишь спустя год, после, что скажешь у нас, проведения предварительных слушаний, подготовительных моментов, обусловленных, что скажешь у нас, процедуры обвинения, он согласился. При этом соглашение было выработано в гораздо степени более продуманно, нежели в отношении в свое время обеднившейся Красноярского края и Ивенкийского, и Таймырского автономных округов. Ну, а Компермятскому в том округе речи не идет вообще, да. То есть Жамсуев, Байр-Жамсуев смог выжать из федерального центра все, что только мог, да. Что скажем, во-первых, были вложены гигантские деньги в развитие социальной инфраструктуры. На территории Агинского округа было построено за небольшой промежуток времени такое огромное количество объектов в социальной сфере, которые представить пропуску для себя сегодня даже тяжело. Вот далеко ходить не надо. В 2007 году я работал в Агинском округе, построили красивейшее здание, что скажем, с Агинского филиала Бурецкого госуниверситета. Поставили всю необходимую компьютерную технику и оборудование, что скажем, облагородили общежитие, вот, ну, просто сделали все. К сожалению, в последующем, ввиду ухудшения социально-конечного положения, отсутствия, что скажем, с жителей и неудокомплектованности студентами Агинского филиала Бурецкого госуниверситета, филиал пришлось в свое время ликвидировать и передать нам баланс округу, а в последующем педагогическом колледже, находящемся там. То есть представьте себе, вот мы потеряли такие вот субъекты. То есть процесс объединения здесь сыграл скорее отрицательную роль, но что есть, то есть. Зачем мы отмечаем Бурецкий автономию? Дело в том, что в этот период времени озвучивался процесс, озвучивалась вообще ранее идея объединения нескольких субъектов. В частности, не только объединение чего АГИ с Чидинской области, Иркутской области и, соответственно, с этим Устердинского Бурецкого автономного округа. В свое время президент Леонид Васильевич Потапов вообще предлагал объединить пять субъектов Российской Федерации в рамках одной, например, Байкальской республики. Идея, на самом деле, очень интересная, очень показательная. Кроме этого, она подчеркивала особенности сложившейся ситуации накануне разделения Большой Республики Бурятия. Если помните, Бурятия в границах до 1937 года включала в себя вот эти бурятские автономии, плюс Республика Бурятия, соответственно, плюс ряд районов Иркутской области и Чидинской области, которые были лишь в 1937 году переданы ей. Так представьте себе, Леонид Васильевич Потапов тоже очень грамотно в тот момент времени это дело описывал. Решились бы многие национальные проблемы, проблемы национального, что скажем, с единства у бурят. Но в тот момент времени, что скажем, идея была воспринята исключительно отрицательно. Хотя, на самом деле, какое-то рациональное ядро, ядро в этом было. Но, я думаю, понятно, почему здесь так не произошло. В данном случае, представьте себе, объединение пяти субъектов, четыре из которых являются дозационными, и объединение их на базе Иркутской области, которая являлась тем регионом, который лишь периодически становился донором. Ну, как вот, представьте себе, вот, регион, который движется вперед, и ему вот четыре большие гири, что называется, подвесить. А надо ли Иркутской области это? Ну, безусловным образом, нет. Поэтому, что скажем, объединение на базе пяти субъектов было бы на тот момент времени невозможным. Иркутяне возмутились бы на схеме развития. Но, что есть, то есть, Ага и Четинская область были объединены в рамках Забайкасов края, Иркутская область и Усть-Аргинский Бурярский округ были объединены в рамках, что скажем, Иркутской области. Отмеченные нами с вами тенденции характеризуют процесс укрепления вертикальной власти, который напрямую был в некотором плане завязан на политических партиях. Почему вы скажете, политических партиях? Дело в том, что Федеральный Центр, наряду с возможностью использования системы прямого вмешательства в дела регионов, он получил, таким образом, возможность вмешательства опосредованно, косвенно, посредством, что скажем, политических партий на местах. Как это? Посредством контроля, в первую очередь, регионального законодательного собрания, в котором будет доминировать партия власти, то есть Единой России. Ну и, соответственно, с этим, по этой же схеме, контроль над органами местного управления, где в законодательных представительных органах которых также будет представлена партия власти. Сама по себе вот эта картистика качественная, да, вот мы с вами говорим о том, была отображена в законах о политических партиях, которые, вот, собственно говоря, во всем этом делу выразился. Вот мы с вами как раз говорили о восьми федеральных кругах, что-то я презентацию не до конца, видимо, вам показал. Вот это дальневосточный, сибирский, уральский, северо-западный, центральный, поволжский, соответственно, с этим это южный, ну и это северо-кавказский федеральный, что скажем, округа. Если помните, что скажем, уже сколько, три года назад, да, республика Бурятия и Забайкальский край, ранее входивший в состав Сибирского федерального округа, вошли в дальневосточный федеральный округ, да, вот это наша с вами карта. Ладно. Что для нас с вами важным является? Дело в том, что вот очень интересная ситуация в республике Бурятия сложилась в 2002 году. В 2002 году для Бурятии, как вы понимаете, вполне естественными и более важными стали выборы главы республики Бурятия. В данном случае кандидатами номер один и номер два, соответственно, с этим стали два крупнейших известных политиков республики Бурятия. Это, бессловным образом, действующий президент Леонид Васильевич Потапов и Бато Циринадович Семенов. Прямо скажем, в Бурятии сложилась очень неоднозначная ситуация. Почему? Вот согласно конституции республики Бурятия, да, вот президент республики Бурятия может занимать данный срок на протяжении не более двух сроков подряд. Так? Вот Леонид Васильевич Потапов два срока уже в том момент времени отсидел. Правильно, да? То есть это что? Ну, то есть он уже все как бы вот должен был от должности уйти. Но дабы подчеркнуть лояльность регионов, мы следуем вам, нам с вами вообще отметить эту удивительную ситуацию. В 2002 году срок полномочий деятельности многих главсубъектов, да, он попросту говоря истек. Но желание как бы сохранить за собой данный пост у многих главсубъектов по вполне естественным причинам, что скажем, сохранился, правильно, да, вот тот же глава республики Татарстан, Башкортостан, да, что скажем, у нас и других субъектов, ну даже вот соседних республик, мы с вами говорим, Иркутской области и так далее, и так далее. Срок полномочий у них, что скажем, к началу тысячных годов у многих исчерпал себя. Ну, как бы все, закончилось. Но федеральный центр в обмен на что скажем, на лояльность и поддержку им, как бы вот ввиду необходимости приведения соответствия уставов к институции, два прежних срока в кавычках обнулил. В данном случае обнулились оба срока, кого скажем на срок, главы республики Бурятия, президент республики Бурятия Леонида Васильевича Потапова. То есть 2000-й год, то, что он занимал два срока до этого, как бы обнулились. Получается, что Леонид Васильевич Потапов получил возможность в обмен на лояльность президенту Российской Федерации баллотироваться третий раз подряд. Прямо скажем, статусные возможности и позиции Леонида Васильевича Потапова к тому моменту времени были очень велики. Но в этот момент времени свою кандидатуру, что скажем, и все больше и больше на региональном пространстве стал заявлять о себе, что скажем, Бато Церенатолкович Семенов. Во-первых, в 1992 году он был кем? Главой Закаменского района. В 1994 году его избрали депутатом Народного хурала. Будучи депутатом Народного хурала, он занял пост председателя комитета по бюджету. Заместительный председатель комитета по бюджету был всем вам небезвестный, мы с вами неоднократно на прошлом занятии говорили о нем, это Владимир Безьяч-Саганов. Он в последующем становится председателем после ухода Бато Церенатолковича Семенова на пост главы Минсельхоза, Министерства сельского хозяйства, он занимает данную должность. Бато Церенатолкович Семенов в тот период времени действительно проявлял собой незаурядную активность, очень активную в политическом плане. И в конце концов он, что скажем, был замечен, где вот правительство республики Врятия предложено, его кандидатура была предложена на пост главы Министерства сельского хозяйства. Прямо скажем, что ключевым министерством в тот период времени было, как вы понимаете, соответственно с этим Министерством сельского хозяйства и прямо противоположное ему Министерство промышленности. Однако Министерство промышленности в тот период времени в республике переживало, мягко скажем, глубокий кризис. Почему? Все крупные промышленные предприятия республики находились в плачевном состоянии и поддерживались лишь исключительно за счет дотаций республиканского правительства. То есть, может быть, я на самом деле не экономист, но сегодня, рассуждая, исходя из тех принципов, наверное, стоило от тех предприятий, которые, что называется, чего, исчерпали свой баланс и не могли принести пользу республике и в тот период времени избавиться, а не поддерживать их. Но это касается, например, каких-то каждого из предприятий. Бессловным образом это судостроительный завод, тонкосуконная мануфактура, да, и либо в тот период времени как бы перепрофилировать производство других на производство более необходимых для региона и промышленности, и в экономических развития регионов каких-то спецоборудований, да. Поэтому на этом фоне минсельхоз выглядит чуть-чуть лучше, который использует депутация федерального центра, да и в целом развивая фермерское хозяйство, в некотором плане чуточку-чуточку, если так можно сказать, дышал, развивался. Активность Бато Семенова, выезда его постоянно, что скажем, в районной республике привели к тому, что он стал действительно очень известной, очень значимой фигурой в пространстве. Учитывая данное обстоятельство, Леонид Васильевич Потапов попытался как бы выпить почву у Бато Семенова из-под ног. Но, конечно, это в некотором плане может быть сказано очень громко, но что есть, то есть. Он в 97-м году назначает его заместительным председателем правительства, при этом обратя внимание, что скажем, с лишением его должности главы Министерства сельского хозяйства. То есть заместитель председателя правительства, что скажем, в республике билета. То есть должность очень почетная, но при этом, как это можно сказать сегодня, это министр без портфеля. А кто такой министр без портфеля? Это человек, которому никто конкретно не подчинен, как вы понимаете, и который что, попросту говоря, ходит и сотрезает воздух. То есть должность очень почетная, но никаких реальных возможностей влиять и оказывать влияние на процесс принятия решений, попросту говоря, было невозможно. В этот период времени, звучит не жибко хорошо, но очень показательно, Бато Семенов как-то в некотором плане расслабился, что ли. Более того, в 1999 году Леонид Васильевич Потапов отправил его, что называется, в почетную ссылку. Ну как, он был избран от партии Отечества вся Россия депутатом Государственного Думы от республики Бурятия. В 1999 году уехал, работая в Москву. В Москве, на самом деле, Бато Семенов потерялся. Ну как потерялся, если так можно сказать? Никаких успехов на поприще, что скажем у нас от депутата Государственного Думы он не добился. Каких бы то ни было важных решений в деле принятия важных законов он тоже не оказал. И, что называется, былой авторитет и харизму он стал растрачивать. То есть на месте его в Бурятии не видно, на уровне Российской Федерации он там ничего так особо не засветился. В результате этого в 2002 году он возвращается в республику Бурятия, что скажем, став главным кандидатом на пост президента республики Бурятия. То есть если отдельные товарищи считали до этого момента времени, что Леонид Васильевич Потапов уйдет на покой и поставит кого? Батоц Леонид Васильевича Семенова в качестве уставленника, преемника, если так можно сказать. То Леонид Васильевич Потапов как бы с властью прощаться не был особо намерен. Поэтому в 2002 году он выставил свою кандидатуру на пост президента республики Бурятия. Итак, что тут происходит и что же такого интересного в целом необходимо отметить? Итак, Батоц Ирин Андокович депутат Госдумы и в то же время он одновременно с этим член партии Единой России. То есть в 2002 году Отечество, вся Россия и партия Единства объединяются. Как вы понимаете, да? Объединение двух этих политических партий привело к тому, что наш с вами, кто у нас? Батоц Ирин Андокович фактически становится, что скажем, членом партии Единой России. Партия какой? Партия власти. Леонид Васильевич Потапов к этому моменту времени, что скажем, временно предоставил членство в партии КПРФ. Но при этом членом партии власти он также, что скажем, не является. Понимаете, да? То есть в 2002 году сложилась очень непростая ситуация. Все в некотором плане зависело от того, кого из кандидатов на выборах поддержит президент его партии Единой России. Батоц Ирин Андокович, член партии Единой России. И вот тут некая сложилась очень сложная ситуация. От того, кого поддержит федеральный центр, зависел исход борьбы в некотором плане. Но прямо скажем, если бы даже Батоц Семенова поддержала центральную власть, я почему-то уверен, что победу на выборах одержал бы все равно Леонид Васильевич Потапов. Используя мощные административные рычаги воздействия, да, очень, что скажем, сильную, мощную компанию как таковую, он бы словно образом одержал победу. Батоц Ирин Андокович наверняка набрал бы свыше скольки, скажем, 40% голосов, если его партия власти поддержала. Но в конце концов, скорее всего бы, я считаю, выборы бы он все равно, что скажем, проиграл. Вот такая сложилась ситуация. И тут буквально за две недели до начала выборов Леонид Васильевич Потапов, что скажем, встречается с президентом Российской Федерации, жмет ему руку. К сожалению, я вот эту фотографию найти не смог, да, вот нашел вот эту, это гораздо позже, где президент, что скажем, с Германом Грефом и наш с вами Леонид Васильевич Потапов с Путиным встречается, да. Но что есть, то есть, 2002 году, вот, благодаря вот этой фотографии, соответственно, с этим явным подтверждением того факта, что президент поддерживает Леонид Васильевича Потапова, примем к тому, что Бату Целиндукович Семенов на выборах потерпел, что скажем, с поражением. Вот, обратите внимание, за Леониду Васильевича Потапова проголосовало 68,79%, в то время как за Бату Целиндуковича проголосовало всего лишь 23,5%. При этом, момент, обратите внимание на то-то обстоятельство, что ряд товарищей, выдавленных своей клинатуры, в частности, Иннокентий Бодраевич, Дагбаев, Громов, Андрей Георгиевич и Антонов, Владимир Иосифович, по большому счету, выглядели в качестве, что скажем, основных агентов-спойлеров. Тем более, что, скажем, Леонид Васильевич Потапов после выборов 2002 года Иннокентий Бодраевича Дагбаева назначает на пост главы администрации президента Республики Бурятия. Сам он, выходец какого-то, с Баунтовского района, занял данную, что скажешь, позицию, данный пост. Как утверждают многие, фигура Дагбаева во многих случаях, что скажем, с Иннокентием Бодраевичем, была подставной. А не дай бог, вдруг Батот Селенодокович, что скажем, в последний момент свою кандидатуру с выборов стимит. И тогда президент останется один на один. Но что есть, то есть, вот такая вот очень интересная система привела к победе кого, скажем, нас? Вот Леонид Васильевича Потапова, который, используя все имеющиеся у него, соответственно, с этим административные ресурсы, относительно легко одержал победу над Батот Селенодоковичем Семеновым. Что вот, если говорить дальше? Ну, в дальнейшем ситуация с выборами главы Республики Бурятия, она, безусловным образом, что скажешь, стала развиваться, исходя из партийных характеристик. Итак, выборы в Госдуму в 2003 году. В 2003 году выборы в Госдуму прошли, прямо скажем, при очень высоком статусных, при очень серьезной, тяжелой, я бы сказал даже, что скажем, проблемной форме взаимоотношений регионов и федерального центра. Почему так? Опять задается такая ситуация. Федеральный центр начинает активно бороться с регионами. Почему мы с вами говорим, начинает активно бороться? Дело в том, что во многих случаях, во многих случаях, глав субъектов начинает, что называется, дожимать. Помните, мы с вами говорим о том, что в 1999 году тенденция такая была, развивалась, то в 2003 годах она стала еще более заметной. При этом, что скажем, федеральный центр старался любыми способами поддержать действующих оппонентов, либо выделить новую прияду политиков, которые, что скажем, с региональной политической системой так активно не была бы связана. В данном случае это подчеркнули выборы депутатов Госдумы 2003 года. Итак, что у нас произошло? В Республике Бурятия, вот обратите внимание, выборы по пропорциональной части в Госдуму, это данные в первой колоночке, это выборы по России в целом, да? А вот во второй колоночке, итоги выборов по пропорциональной части в Госдуму, это показатели в Республике Бурятия. Да? Сколько процентов голосов набрала, проголосовала за Бурятию. Соответственно, с этим вы видите, что позиции партии власти в Республике в некотором плане, что скажем, ниже, чем в целом по России. Видно вам, да? То есть это, опять-таки, в некотором плане наследие Красного региона. То есть Республика Бурятия была включена так называемым, что? Красный пояс, если вы помните, да? Соответственно, с этим здесь очень высокие показатели партии, чего скажем, из КПРФ, более низкие показатели партии, чего скажем, из ЛДПР. Ну и, соответственно, с этим ввиду низких показателей, чего скажем, более высоких показателей КПРФ, чуть ниже показателей, что скажем, из партии Родины. Следует отметить, что Союз правовых сил по итогам выборов в Госдуму 2003 года набрал гораздо меньших голосов, чем на выборах 1999 года. Но при этом доля их голосов все же относительно высока. Почему? Причина-то во многом заключалась в том, что, помните, мы с вами говорили, что Союз правовых сил это партия энергетиков. В частности, партия, возглавляемая одним из лидеров, который был Анатолий Чубайс, который стремился создать единую энергосистему региона. Да, вот, аграрии, те же коммунисты в республике, что, скажем, выступили более интереснее, это доля людей, которые должны были голосовать за коммунистов. В КПР вот перед временем произошел, если так можно сказать, что, скажем, раскол. Дело в том, что действующий лидер Семен Пурбович Будожаков, что, скажем, активизировал свою деятельность, и там возникла вполне естественная, острая борьба между коммунистами, кем-то, скажем, отметить, молодыми, если так можно отметить, и старыми коммунистами. То есть, проблема, как бы, борьбы прагматиков, да, и ортодоксальных коммунистов, если так можно отметить. Итак, но результаты следующие, вы видите, да, вот, ничего, смысл комментировать их особо, что я вот не вижу. Единственный важный момент заключается, что, скажем, в показателях партии Родины, которая набрала по республике гораздо меньшую долю голосов. Да, видите, в России 9,02, а в Бурятии 5,11. Депутатом Государственной Думы 2003 года, 30-го лики Бурятия, стал Василий Федорович Кузнецов, который набрал 31,24, что, скажем, с голосом. Вот Василий Федорович Кузнецов в том момент времени, кто такой, да, Василий Федорович Кузнецов, это глава крупнейшей нефтеперерабатывающей компании. То, что Бурят нефтепродукт. Сегодня компания Бурят нефтепродукт в некотором плане аффилирована со структурой Роснефти. Вот сегодня все автозаправочные станции в свое время, что, скажем, с Бурят нефтепродукта, на них находится корпорация, что, скажем, с Роснефти. Самая популярная бензозаправочная станция в республике Роснефти. Итак, что здесь опять-таки так, а что здесь не так? Василий Федорович Кузнецов в 99-м году стал депутатом Госдумы по партспискам и прошел туда, прямо скажем, по ниточке, чисто случайно. Вступил в нее, но в то же время, пройдя туда, он сумел добиться, что, скажем, войти в состав крупных лоббистских групп, способствующих принятию ряда законопроектов, развивающих его бизнес. Собственно говоря, поэтому Василий Федорович Кузнецов на выборах 2003 года из непубличной пиар-личности очень активно стал, что скажем, спиариться. Особенно важно нам с вами здесь выделить то обстоятельство, что борьба в одном и данном округе у нас с вами была, на самом деле, довольно-таки непростая, я бы сказал, даже нешуточная. Василий Федорович Кузнецов, как кандидат от партии «Единая Россия», его оппонентом выступил генерал-лейтенант МВД, выходец Яранинского района. Ой, елки-палки. Ну, забыл ее фамилию, к сожалению, да, вот он выступил у него. Ну, он такой, невысокого роста, ну, где-то, где-то, мне вот погручится, называется, очень высокий, такой маленький, очень харизматичный, шустрый генерал-лейтенант МВД. В свое время занимал ряд крупных постов в этом Министерстве внутренних дел, там чуть ли не начальником, заместитель начальника генерального штаба, по-моему, начальника управления, по-моему, да, МВД, находился. То есть фигура, прямо скажем, очень, очень значимая. Но Василий Федотович, благодаря что, скажем, своим финансовым вливанием одержал относительно легко победу. Ну, его называли одним из самых больших, самых богатых товарищей. Итак, что же здесь? Вот мы с вами говорили, что в 2002 году были выборы, скажем, из депутатов Народного Урала. Да? Вот депутаты Народного Урала к тому моменту времени, что скажем? Но ситуация очень неоднозначная. Почему? То есть большая часть депутатов была избрана, как бы, в качестве независимых. При этом часть вот этих независимых, она перешла в соответствующие фракции. То есть представьте себе, депутаты в 2002 году, избранные в Народный Урал, большей части заявляли о своей, как бы, беспартийности. Да? Лишь в последующем в Народном Урале были созданы соответствующие фракции. При этом самая большая фракция, фракция Единой России в составе 17 депутатов, это 26,15%. То есть представьте себе, вот какая тут непонятная структура. Союз правых сил создал тоже свою фракцию в составе кого? Там четыре депутата были главами районных электросетей. Возглавлял всю эту, что называется, группу Сергей Лысцев, глава компании «Бурят Энерго». Союз правых сил. Там четыре энергетика было, да? И один, по-моему, Сергей Нахацаков, это выходец из Закинского района. Аграрная партия России тоже создала свою, что скажем, фракцию в Народном Урале. В последующем, если вы помните, аграрная партия России с Единой Россией, что скажем, вместе объединяется. Но такая структура тоже была, да? Ну, как бы, нисколько даже аграрная партия России, а как и в последующем, ну, аграрии. Потом они с Единой Россией объединились, и в то же время, что скажем, создала фракция российской партии чего? Фракция российской партии «Жизнь», РПЖ, в составе пяти депутатов. Лидером их в Бурятии был назван Владимир Агалов, который в то момент времени исполнял обязанности депутата Совета Федерации от Республики Бурятия, да? Он представитель, по-моему, президента, да? Вот такая удивительная ситуация. Плюс была создана депутатская группа «Север», и дважды попытались ей, в конце концов, создали в свою фракцию партию «Родина». Вот как раз-таки выборы в Госдуму 2003 года привели к тому, что в Республике Бурятия, что называется, стартовал, если так можно сказать, процесс скупки партийных брендов. То есть стало ясно и понятно, что после принятия федерального закона обоснованных гарантиях прав избирателей, следующие выборы в Народных Уралов, то есть в 2007 году, пройдут по смешанной избирательной системе. Поэтому часть мест при любом раскладе, как вы понимаете, должна была распределяться между политическими партиями. И что здесь, что как здесь надо поступать было в этой связи жителям? Дело в том, что одним из наиболее первых и явных прям скупленных брендов стал бренд «Партия Родина». Вот «Партию Родина» в тот момент времени возглавлял Евгений Борисович Замальев. К сожалению, сегодня уже не покойный, ныне покойный, да, два года назад он, по-моему, скончался. Глава «Чего скажешь?» крупнейший КВН, возглавлял молодежные КВН-движения, актор успешных художественных фильмов «Решала», да, там «Чайник» в Бурятии. Ну, очень известные такие комедии. Для республики Бурятия, я думаю, очень известные. Что же произошло с ним? Вот я даже сейчас помню, как я в 2004 году, будучи студентом 4-го курса, ходил на заседание «Чего скажешь?» на соединении. Нас студентов сманили, сообщили о том, что там будет что-то интересно, весело, пожалуйста, схватите, я в качестве делегатов от студентов Бурятского госуниверситета принимал решение. Было очень интересно. Почему? В том плане, что сам Евгений Борисович Замальев, что, скажем, зарегистрировал отделение «Партия Родина», которое прошло в Госдуму, видите, 9,02. В Бурятии, конечно, поменьше, 5,11, но все равно это партия, которая имеет явные шансы на порождение, куда скажем, в Народных Урал. Ясно и понятно, что наряду с Единой Россией пройдут и коммунисты, но в данном случае остальные политические партии шансы на порхождение имели чуть меньше, но при этом, в кавычках, если так можно сказать, они токсичные. В каком плане токсичные? ЛДПР это в явном виде, что? Националистическая партия, так ли, да? Союз правых сил, не факт, что пройдет, агрария тоже, и РПЖ тоже не пройдет, тоже. А вот Родина, да, имела самые высокие соответствия с этим, что скажем, шансы на порхождение в состав Народных Уралов. Поэтому, что скажем, ряд крупных бизнесменов, попросту говоря, у Евгения Борисовича этот бренд, если так можно сказать, выкупили. Как выкупили? Почему я так говорю, выкупили? Евгений Борисович Замалиев, что скажем, участник КВН-движения команды Байкал, которые, что скажем, в последующем несколько раз, несколько поездок ее были профинансированы благодаря, что скажем, участию в этом деле компании Байкал Фарм. Денег и дал, они съездили, ни в чем себе, что называется, не отказывали, да, но самое главное, что сделали, ну, как бы вот прошли, получили заслуженную поддержку, да, в соответствии с данной системой. Вот тоже деньги имеют тоже важное значение, и вот он, Венчей Эдуардович, выкупил бренд партии Родина. В последующем такая же ситуация послужила с партией, что скажем, с ЛДПР, бренд, который выкупил Игорь Бабков, глава компании Бурятгаз, да, что скажем, с которой к этому моменту времени в Бурятии возглавлял антикоррупционный комитет. Но Российскую партию жизни, я вам сказал, Владимир Агалов возглавлял, в него вошли еще известные товарищи, кто скажем, лидеры молодежного движения Ирдани Дымчиков, кто скажем, с бывшей депутат Государственной Думы Светлана Найчукова, да, но и другие, что скажем, известные деятели. Вот, собственно говоря, итог выборов в Госдуму. Вдруг неожиданная, обратите внимание, партиизация Народного Урала, который до этого момента времени, как бы после 1998 года, явную партийную, что скажем, окраску потерял, а вдруг после 2003 года он вновь ее, что скажем, приобрел. Понимаете, да? Итак, дальше. Выборы президента Российской Федерации 2004 года. Ну, в 2004 году выборы президента стартовали, да, как понимаете, они, что скажем, проходили после выборов депутатов Госдумы. Ну и, соответственно, с этим, опять-таки, здесь вполне естественно, что кандидат номер один был Владимир Владимирович Путин, да? Что скажем, кандидатуры номер два, там, это кто? Харитонов, Глазьев, да, имели тоже очень большое значение, да, в целом по России. Но ситуация какая? Харитонов, если вы помните, что скажем, тоже очень интересная ситуация, когда Геннадий Андреевич Зюганов вдруг отказался в участии в выборах. Он сказал, ну, давайте я дорогу молодым дам. Коммунисты в прошлый раз проиграли, и шансы, на самом деле, Геннадия Андреевича были тоже невысокие. Он заручился, его поддержкой залучилась глава Каос Каженос, Аграрной партии России, Харитонов, да, собственно говоря, который вот и выступил здесь. Обратите внимание, опять-таки, в Бурятии более завышенные показатели Каос Каженоса, где-то около 4%, а здесь где-то около 4% не хватает. Видно вам, да, такая очень интересная схема, вполне естественная, да. Ну, следующая фигура, безусловно, образ Глазьев. Глазьев глава партии, что скажем, Родина, да, который вот перед временем переживает, что скажем, кризис. В каком плане кризис? Глазьев это же член партии Родина, и член партии Родины являлся, что скажем, Дмитрий Рогозин. Вот, собственно говоря, Конгресс русских общин и движение Родины. В последующем, вот, в 2004 году, ввиду улучшения отношений России и военно-политического блока НАТО, да, Рогозин, Дмитрий, стал полномочным представителем России при блоке НАТО. Помните, такая очень интересная система. Но он получил, соответственно, с этим здесь чудо поменьше. Гораздо более узокий долю голосов собрала, соответственно, с этим Ирина Митцумовна, что скажем, Хакамада. А Малышкин, член партии ЛДПР, соответственно, с этим пробоялся. Но причина понятна, ЛДПР никогда не была фавори в республике. Ну, Сергей Михайлович Миронов, член партии, что скажем, Российская партия Жизни, соответственно, с этим набрал самую малую долю, что скажем, голосов. Итак, мы с вами подходим к очень непростой ситуации, которая сложилась в 2007 году в целом. Итак, мы с вами отметили, вот только что на прошлом занятии, что в 2007 году выборы в республике были, буквально, с помощью слова, самыми сложными и самыми непростыми. Во-первых, почему? Выборы проходили в состав чего? Госдумы, да, раз. Выборы проходили в Народных Урал, два. Третий момент, здесь были совмещены еще и выборы мэра города ЛДПР, это три. То есть мы с вами видим, что республика Бурятия вообще переживала очень сложный промежуток времени. Более того, в 2007 году, мы с вами говорили на прошлом занятии, главой республики Бурятия был назначен Вячеслав Владимирович Наговицын. Вот лето, осталось пять месяцев до выборов, и ему надо как-то сделать так, чтобы, что скажем, в Госдуме партия Единой России набрала необходимую долю голосов. При этом, обратите внимание на факт того, что это в какой-то мере ему удалось. Вот обратите внимание на факт того, что на выборы в Госдуму партия Единой России в целом по России набрала 64,30%. А на выборы в Госдуму по республике Бурятия она набрала 65,59%. Небольшая разница, но все же, что скажем, небольшой плюс, но все же довольно-таки существенный в целом для копилку только недавно назначенного главы, что скажем, республики Бурятия. Коммунисты набрали в Бурятии чуточку меньше, если вы видите, чем по России. Но ЛДПР в республике всегда не набирала необходимую долю голосов. Ну и, соответственно, с этим вы видите высокую долю что? Более высокую долю людей, проголосовавших за справедливую Россию. Здесь, соответственно, с этим в Народных Урал, если отметить выборы в Народных Урал, в этот же промежуток времени мы должны выделить следующие методы. По пропорциональной части избирательной системы партия Единой России набрала 62,87%. Соответственно, за этим получил 22 из 33 мандатов. Да? Видно вам? Соответственно, с этим КПРФ набрала 12,81 голосов и получила 4 мандата в целом. Партия ЛДПР, соответственно, с этим 3 и справедливая Россия 4. Но при этом по 33 одномандатным округам мы с вами могли бы отметить следующую ситуацию. 22 по спискам, 21 по одномандатным округам в качестве независимых. Видите, да? И плюс, соответственно, с этим 4 независимых кандидата, которые в последующем вступили во фракцию Единой России. То есть, считаем вместе, 43 плюс 4, 47. 47 мандатов получает партия Единой России в Народном округе. То есть, это что, скажем, с более чем конституционное большинство. Да? Итак, партия КПРФ 4 плюс 1, 4 мандата по пропорциональной избирательной системе и 1 по одномандатным округам. Вот этот единственный одномандат, единственный мандат, который, что скажем, получил кандидат, если вы знаете, не знаете, это был у нас очень знаменитая фигура. У нас с вами это глава партии КПРФ в последующем, сейчас пока только-только вступивший в состав КПРФ Российской Федерации, Вячеслав Михайлович Мархаев. Все три мандата партия ЛДПР получила в результате, что, скажем, переданных ей голосов по пропорциональной избирательной системе. Ну и 5 мандатов получила, что, скажем, партия Справедливая Россия. Это, как правило, исключительным образом, что депутаты-коммерсанты, которые стремились сохранить свою независимость. Ну и плюс один депутат, что скажем, это товарищ избранный из числа независимых депутатов. Тот число независимых кандидатов, это, если я не ошибаюсь, Мальцев, глава компании Мегафон Сибирь, Мегафон Бурятия, по-моему, избавший по Бичурскому району. Основной оппонент его был член партии, вот, Мухашибирскому. Основной оппонент его был, что скажем, от Единой России, поэтому, что скажем, он не мог вступить в Единой Россию и посчитал необходимое вступление, что партия Справедливая Россия. Вот в Бурятии в этот период времени впервые проводилась такая тоже очень интересная акция по выбору депутатов Государственной Думы и депутатов Народного Хурала, который назывался Политзавод. По итогам этого, что скажем, с конкурса в акции Политзавод приняли участие, например, Матханов Владимир Эдуардович. К тому моменту времени, кто скажет, что это один из молодых депутатов Народного Хурала, действующих, что скажем, который благодаря общественному признанию попал, вошел в список молодых и талантливых молодых людей, который, что скажем, был избран по спискам, соответственно, с этим депутатом Государственной Думы. А вот по спискам в акции Политзавод, которая в Республике Бурятия расставала, победу держала Виктория Плюснина. К этому моменту времени замдекана исторического факультета сейчас, в данном моменте времени, по-моему, где-то на Сахалине работает председателем избирательной комиссии. Вот такая вот удивительная ситуация. Итак, мы с вами видим, что скажем, по итогам этого голосования в 2007 году образовалось 4 фракции, как таковые. По городу Ланды мы с вами говорили, по акциям поговорили, но в целом, вот обратите внимание, вот мы с вами видим очень интересную ситуацию. Вот что скажем, первый партийный народных Урал, причем 100%, что скажем, всех парламентариев, а не партийные. Ну, не 100, а 90%, там 3 парламентария остались независимыми. Вот такая очень интересная складывалась ситуация. Тем более, что выборы 2007 года в Госдуму прошли исключительно образом по пропорциональной, что скажем, части в целом. Итак, соответственно, с этим одним из наиболее интересных и интригующих стали в России выборы президента Российской Федерации. Но тут ситуация какая? Тут в 2008 году президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин Гламоградсов заявил о том, что что скажем, что он не будет менять форму политического устройства нашей с вами страны. Хотя отдельные проекты подобного рода отмечаются превращение Российской Федерации из президентской в парламентскую с той целью, чтобы президент стал кем? Премьер-министром, чтобы существующую схему как бы сохранить. Однако Владимир Владимирович Путин оказался тверд и заявил о том, что изменение конституции с той целью, чтобы как бы подстроить ее под себя он не допустит. Что, собственно говоря, и произошло. Но авторитет его тупил времени был, конечно, велик, и он попросил поддержать его на выборах Дмитрия Анатольевича Недведева, который по итогам голосования, как вы видите, набрал большинство голосов. В Бурятии за него проголосовало гораздо больше. В данном случае за Геннадия Андреевича Зюганова проголосовало, как вы понимаете, что в Бурятии тоже больше, но в то же время за Владимира Вольфовича вполне естественно меньше. Вот эта разница, как раз таки, она, вы видите, что скажем, очень четко подчеркивает долю электора, таково, скажем, Зюганова. Ладно. Что так, если так можно сказать, а что не так с выбором президента Российской Федерации в Республике Урятия? Да. Дело в том, что сама процедура голосования за Дмитрия Анатольевича Недведева, она была очень интересной. В каком плане? Поскольку он является лидером партии Единой России, но при этом членом ее не являлся. Тоже такая очень интересная схема. Да. Но после выборов президента, да, в 2008 году, как вы знаете, что скажем, начинается изменяться политическая система. Напрямую она была связана с тем, что спустя три года прошли выборы в Госдуму. Выборы в Госдуму вновь проходили, как вы помните, что скажем, по исключительным образом пропорциональной части избирательной системы. Так ли, да? В результате этого, вот вы видите, где в Госдуму по пропорциональной части избрано 49,31, это кто единороссов. В соответствии с этим по Бурятии 4902. Больше высокие показатели коммунистов, низкие показатели, что справедливы в России, и ЛДПР в Бурятии. Итак, вместе с тем мы с вами должны отметить, что произошло. Итак, депутатом от Единой России в 2011 году становится Михаил Викторович Слепенчук. Вот здесь, кстати, вот он тоже, так-то здесь тоже есть, да, что называется. Он, не то чтобы здесь есть, он в тот период времени, что скажем, сготовился к данной, что, схеме. Да? Вот что мы с вами можем сказать о Слепенчуке Мигаил Викторовичу. Он, кто, скажем, глава крупнейшей корпорации, что, скажем, металлы, организовал здесь в Бурятии корпорацию металлов в Восточной Сибири, которая занималась добычей полископаемых, где, скажем, в Яравне, знаменитой Холодненской месторождении, да, и на территории Кижингинского района знаменитое месторождение Ермаковское. Там флюоресцитовые руды, полиметаллические руды в Яравне, да, и, соответственно, с этим бериллиевая руда. Где у нас? Вот бериллиевая руда в Кижингинском районе. Вот, опять-таки, следует отметить, что сама по себе вот эта деятельность Слепенчука, она должна была принести, ну, в республике большие, если так можно сказать, доходы. Более того, следует отметить, что, как бы, положительный опыт работы с миллиардерами в Бурятии в какой-то степени имела, да. Почему мы, скажем, положительным депутатом Совета Федерации до этого момента времени, если вы помните, был у нас известный, что, скажем, государственный деятель Малков. Малков, миллиардер, входил в десяток, сто членов, что, скажем, Форбс. Он в свое время помог республике Бурятия, если вы знаете, что, скажем, он был сенатором от республики Бурятия, от Хоринского района. Он там, собственно говоря, даже в селе ТЭК допрописался, да. Он стал этим. Елки-палки. Он помог республике Бурятия с выделением финансирования на строительство физкультурно-спортивного комплекса, ФСК. Вот, ну, обратите внимание на тот факт, что, где, скажем, с территории чего, скажем, как у нас, от Иркутской области, как у нас, от Иркутска, вплоть до Владивостока, да, нигде нет таких мощных бассейнных комплексов, как вот у нас здесь на ФСК. Кроме этого, что скажем, мощные спорткомплексы построены здесь, и все это дело, опять-таки, еще раз повторяю, благодаря активной деятельности Малкова. Малков зарегистрировал в Хоринском районе, тоже очень многое сделал для Хоринского района. Вот что скажем, он построил, при активной участии его были построены, что скажем, там, детский сад, а часть врачей Хоринского района получили возможность стажироваться в Соединенных Штатах Америки. Конечно, не так шибко много, но, собственно говоря, на должность занимал всего 4 года, но довольно-таки неплохо много чего сделал Малков. Того же самого ожидали от Михаила Викторовича Степенчака, а тот, но тот, к сожалению, что скажешь у нас, денег на Республику Бурятия, как говорится, пожалел. Да, вот он деньги выдавал с очень, как бы, вот, с большим трудом выдавался у него выжить деньги, и отношения у него с последующим с кем? С Вячеславом Владимировичем Наговицыным не сложились. Собственно говоря, поэтому Степенчук-то в течение времени был выдавлен. Депутатом Госдумы от Республики Бурятия стал кто-то, кажется, Михаил Викторович Мархаев, Вячеслав Михайлович, извините, пожалуйста, тут я это буквы случайно перепутал, видимо, торопился, да, извините, пожалуйста, да, то я смотрю, что такое, Вячеслав Михайлович. Да, Вячеслав Михайлович занимал данную должность вплоть до 2015 года. В 2015 году, если вы помните, что произошло, там вот в соседнем, в соседней нашей с вами Иркутской области, губернатором Иркутской области стал, всем вам, надеюсь, небезвестный Сергей Левченко. А сам Архаев, если вы помните, выходит из Боханского района, и тут Сергей Левченко предложил Вячеслав Михайловичу, что, стать сенатором от Иркутской области. То есть это в некотором плане я рассчитываю, ну, конечно, на самом деле можно рассчитывать, как исключением образом положительного эффекта, как повышение по должности, если так можно отметить, он уехал туда, что называется, что, скажем, на работу. Соответственно, с этим оставшийся промежуток времени, где-то около года, его сменил Тармаев. Тармаев к этому моменту времени, кто такой, вот, глава ОАО «Молоко». В данный момент времени, что скажем, ОАО «Молоко» переживает трудности, опять ввиду чего. Тармаев занимается целым рядом других видов деятельности, поэтому ОАО «Молоко» у него пришло на второй план, как, ну, социальное, в некотором предприятии, в большей степени. Почему? Прибыль особо, он не приносит, что скажем, а держать предприятие на грани рентабельности, здесь будет, конечно, плюс, поскольку, что, ну, правильно, ну, пользу приносит, прибыль приносит, да, это рентабельное предприятие. Но при этом, обратите внимание, что очень много людей задержано, но прибыли в буквальном смысле слова нет. Так как сегодня западные предприятия, которые, что, скажем, имеют, ну, работают на нулевой прибыльности, то есть, что, очень много рабочих мест, да, создано, людям получают заплату, рабочие места сохраняются и так далее. Все здорово, все замечательно, но быть главой этого предприятия невыгодно. Что называется, денег ты не заработаешь. Ну, и, соответственно, с этим депутатом Госдумы в это же предприятие становится Иринчей Эдуардович Матханов, который сменяет опять на этом посту, по-моему, депутата от, депутата от соседней Читинского, Забайкальского края. Константин Мельковский, будучи депутатом Государственной Думы, как бы, помните, что, был назначен ИО Забайкальского края, да, поскольку Константин Мельковский был депутатом партии «Справедливая Россия», представлял Якутию, Бурятию и Забайкальский край, и в это время его сменяет Иринчей Эдуардович Матханов, поскольку он был второй в региональном списке. Вот такая, что, скажем, очень интересная ситуация складалась в 2011 году. Итак, если вы помните, в 2011 году, да, у нас зимой в декабре прошли ряд манифестаций на Болотной площади. В результате этого происходит изменение закона о политической партии, в частности, что, скажем, смягчается требование к регистрации политической партии. То есть сегодня для регистрации партии необходимо лишь сколько, скажем, 500 членов, в то время 50 тысяч, а тут 500 членов по всей России. Конечно, с обязательной регистрацией, что отделений в более чем половине субъектов Российской Федерации, число членов в каждом субъекте не менее 10 человек. Но это, безусловно, гораздо легче, нежели собрать его 50-тысячную группу. Поэтому, что скажем, число партий после событий на Болотной площади в 2011 году резко увеличивается. Поэтому мы с вами говорим о выборах президента Российской Федерации 2012 года несколько в ином ключе. То есть мы с вами говорим о процедуре так называемой чего? Либерализации, если так можно сказать. Основной интригой в 2012 году стал факт того, кто же будет выдвигаться на пост президента. Здесь важный момент заключался в том, что так-то, по идее, мог выдвинуть свою конъюнитуру, как вы все понимаете, кто? Дмитрий Анатольевич Медведев. То есть многие из его проекта не были завершены, и многие считали, что как бы вполне лично он станет занятием в должности Дмитрия Анатольевича. Но Дмитрий Анатольевич выступил вдруг неожиданно заявил о том, что есть гораздо более надежный товарищ. То есть тем самым он в некотором плане даже, я бы так сказал, дискредитировал себя. На этом фоне победа Владимира Владимировича Путина, конечно, стала, что скажем, вполне естественно и закономерно. Зюганов же Геннадий Андреевич набрал, как вы видите, всего лишь 18,4% голосов. И тем самым, что скажем, еще раз стало ясно и понятно, что перспектива развития и прихода к власти коммунистов, что скажем, здесь в значительной степени низка. В Бурятии, обратите внимание, Путин набрал здесь гораздо большую долю голосов, чем в целом, что скажем, по России. Путин, Владимир Владимирович, первым делом принял ряд законопроектов, которые сыграли очень важную роль в развитии нашего с вами, в развитии отношений центра ребенка. Во-первых, что скажем, во-первых, был принят так называемый закон клишеса, который, что скажем, сегодня он в нашем случае с республикой Бурятии не играет роли, но активно в данном моменте времени сегодня обсуждается. Что скажем, сегодня последние 3-4 года многие регионы сегодня стали активно сокращать долю людей, избираемых по пропорциональной части избирательной системы. То есть это напрямую связано со стремлением сократить роль и влияние партии власти, ну и вообще партии в частности. Почему? Дело в том, что, что скажем, в условиях введения многочисленных санкций в отношении России, возможности партии власти нескольким образом, как бы, мягко скажем, сократились. В результате этого доли голосов, получаемых партиями, они в значительной степени сократились. С чем это связано? Дело в том, что Путин, Владимир Владимирович, в 2012 году был выдвинут не партии «Единая Россия», он был выдвинут, что скажем, с кем? Общероссийским народным фронтом. То есть до этого момента времени Россия балансировала очень интересно за счет создания такого инструмента, как партия власти. А вот тут на выборах, что скажем, президента 2012 года мы с вами отмечаем очень интересную и довольно-таки неоднозначную ситуацию. Почему? По одной простой причине мы с вами отмечаем. Партия власти была заменена общественным, что скажем, общероссийским народным фронтом, который сыграл очень важную роль в изменении, что скажем, самой системы, роли и места партии власти. Итак, товарищи, выборы президента Российской Федерации 2012 года как бы заканчивают, если так можно сказать, череду действий, связанных с процессом укрепления вертикальной власти. Во-первых, введенные в отношении России многочисленные санкции после поддержки, что скажешь, признания независимости Абхазии и Южной Осетии, усложнения отношений с военно-политическим блоком НАТО, ухудшения отношений с кем? С Украиной. А в 2014 году вообще вхажением в состав Российской Федерации Республики Крым по итогам референдума политическая ситуация в нашей стране кардинальным образом изменилась. Мы с вами являемся свидетелем того, что с 2012 года после выборов президента Российской Федерации начинается процесс вновь, если так можно назвать, децентрализации. То есть все те качественные характеристики, все те направления реформ, связанные с укреплением вертикальной власти, как бы в этот момент времени приостановили свою роль и значение. Мы таким образом, что, скажем, второй приход к власти Владимира Владимировича Путина начинает совершенно иную, скажем, да, траекторию развития отношений центра региона. В частности, меняются принципы развития политической власти и отношений, в том числе и в нашей с вами республике Бурятия. Тема, а это уже тема следующего занятия. Спасибо за внимание. До новых встреч.